МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, на волнах первого русскоязычного христианского радио в Барселоне. Мы рады встрече со всеми, кто сейчас нас слушает. Надеемся, что наше радио поможет вам больше узнать о Боге, спасении и о любви Божьей, даст ответы на многие ваши вопросы, поможет и утешит в трудную минуту. Ты моя любовь, ты моя защита, В тебе моя жизнь, в тебе мой покой. Всеми был я брошен, и всеми был забытым, лишь для тебя всегда я, всегда я дорогой. Всеми был я брошен, и всеми был забытым, лишь для тебя всегда я, всегда я дорогой. Ты моя защита, ты моя отрада, не оставишь сына, ты в беде. Ты мне дверь к спасенью, и смерти к воскресенью, твоя жизнь рекою течет во мне. Ты мне дверь к спасенью, и смерти к воскресенью, твоя жизнь рекою течет во мне. Ты мне утешенье, души миротворенье, ты моя опора, ты мой свет во тьме. Мне большего не надо, лишь быть с тобою рядом, Мои все помышленья, лишь только о тебе. Мне большего не надо, лишь быть с тобою рядом, Мои все помышленья, лишь только о тебе. Мне жить с тобой прекрасно, И нету больше счастья, чем наслаждаться жизнью, дарованной тобой. Тобой я утешаю, Тобой я наслаждаю, в тебе дыханье жизнь, ты мой Бог святой. Тобой я утешаюсь, Тобой я наслаждаюсь, в тебе дыханье жизнь, ты мой Бог святой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хороша была девушка Полина, и ладна, и скромна, и до работы быстра, жила с матерью на окраине села. Домишко их невелик, и давно требовал хорошего ремонта. Был у них на дел земли небольшой, да живности немного, коровенка, два поросенка, куры, кошка и собака. Так начинается рассказ Елены Шележинской «Еремин хлеб». Как-то нежданно мать заболела и слегла. Поля одна крутилась по хозяйству, в страду батрачила, чтобы хоть немного подзаработать матери на врача и лекарства. Раз подозвала мать Полю и наказала дочери. Мужа, сыщи себе доброго. Где такого отыскать? Озверели все нынче, только пить горькую, да баб колотить мостаки. Когда придет к тебе свататься парень, и горы золотые пообещает, и поклянется в любви вечной, скажет, что готов разделить радость и печаль, достаток и нужду, ты спроси его, готов ли он молитву поделить. Молитву? Да кто же сейчас молится? Только мы, да вдовый Флор, с шестью детьми. Так я замуж до седой косы не выйду, а потом и подавно не возьмет никто. Выйдешь? Ты от Бога жди знака. Тут поговаривают, что всех оставшихся мужиков на войну позабирают. Какой-то околчак идет. Так что свататься будет некому. Жди знака от Бога. Схоронила Полюшка мать, поплакала. Да делать нечего, жить надо. Лето после весны еле слышно подобралось. Солнце жгло, а теплый дождик поливал землицу, и та не скупилась на сочные травы и скороспелый урожай. После душного дня, прохладной ночью, Поленька забылась коротким сном. Снилось ей, будто она босая, бежит по полю спелой пшеницы, в догонялке с маленьким кудрявым мальчиком играет. Тот за колосками спрячется и не видать его, а потом ее окликнет и опять убегает. До того она за ним набегалась, что проголодалась сильно, есть охота, а его все не поймать. И вот она совсем рядом слышит его голосок. Поля обернулась, а мальчуган протягивает к ней сложенные ладошки. Она взяла его маленькие ручонки, раскрыла их, а там несколько пшеничных зернышек. Колодная девушка прямо с ладошек начала их есть, и ей показались они такими вкусными, как их никогда не ела. Она ела и ела, а зерна не кончались и не кончались. Ручонки мальчика росли и грубели. Поля взяла эти огромные мужские ладони, отняла от лица своего и увидела пару запыленных, изрядно поношенных кирзовых сапог. Девушка подняла голову. Широкоплечий, улыбчивый, белобрысый парень с гребья в охапку прижал к себе. «Самый вкусный хлеб тебе, мама. Ешь, я еще наберу». На том сон ее и оборвался. Суета и забота нового дня быстро заставили его позабыть. Ерзов косило большое. Нахлынул туда отряд, а во главе – бравый молодой командир. Собрал он народ, объявил им про обязательный для всех граждан продналог и пошел по дворам собирать скотину. К вечеру добрался молодец и до крайней избы. Вошел и обомлел. «Девка, откуда ты такая видная?» Поля перебирала пряди длинной черной косы. Парень глядел в ее голубые глубокие глаза и не мог наглядеться. «Выходи за меня, в город увезу, в достатке жить будешь. Я жизнь положу, чтоб нужды ты не знала». «Быстрый ты больно, видишь впервые, а уж и жизнь залог даешь». «Для такой красоты ничего не жаль». «Так уже ничего». «Командир!» Послышалось с улицы в открытое окно. «Хлеву свиньи, коровы и куры. Берем все». «Погоди!» Крикнул парень. Потом подошел к Полине близко-близко. «Выбирай, девка, быть женой командира Красной Армии, жить в городе на довольствие или здесь батрачить, с голоду пухнуть». «Вот что-то спросить я хочу у тебя». «Да что спрашивать, все, что умею, поделю с тобой». «Значит, все?» «Все!» «А молитву поделишь?» Торопливый парень молчал. «Командир, что берем?» Снова звали из открытого окна. «Все!» Громко крикнул парень, потом еще ближе нагнулся к девушке и процедил сквозь зубы. «Не для того мы революцию делали, чтобы отказы получать. Я ведь и силой взять могу, коли добром не хочешь». «Командир!» послышалось прямо за спиной. «Не гоже чужих невест обижать». На пороге стоял вдовый фрол. «И чья же это невеста? Не твоя ли?» «А ежели моя? А ежели я начальству твоему поведаю, чем ты тут занимаешься, вместо того, чтобы налог собирать для бойцов революции?» «Готово, командир!» крикнул кто-то из продотрядцев. Парень исчез так же быстро, как и появился. Фрол поставил крынку на стол. «Вот, невестой назвал тебя. Я пришел...» «Это Бог тебя привел. Спас ты меня». «Бог привел, Бог и спас. Я хотел только попросить у тебя молока немного, сыну меньшому. Думал, до тебя еще не добрались красноармейцы». «Молока? Подоить успела, бери. Пусть ребята напьются досыто. Поди, знай, когда еще доведется». «Благодарствую. Поля, ты красивая. Вот назвал тебя невестой. А сам-то я жених незавидный, бобыль с шестью детьми. Но я хочу разделить с тобой жизнь, любовь, детей и молитву». После свадьбы Поля переехала в большой добротный дом Фрола. Ее приняли и сразу полюбили все его сыновья. Детей своих у Полины не было, но она крепко полюбила всех шестерых сыновей, но больше всего маленького белобрысого Еремку. И тот, матери родной, не помня, был уверен, что Поля, мама, и властился к ней. Отец был с детьми строг. Ломал хлеб на кусочки и не разрешал больше положенного брать, особенно в голодные, неурожайные годы или когда бравые командиры очистят погреба. Поля жалела всех ребят, но больше всех младшенького. Бывало печет хлеб, Еремке обязательно краюшку отломит, подкармливала его, свое отдавала. Еремка хоть был мал, а понимал добро. Заберется к ней на руки, обнимет и скажет, «Мама, я вырасту, буду тебя кормить». Полина малыша поцелует, еще кусочек хлебушка ему отломит, пока отец не видит. Беды обходили их дом стороной. Отца не забирали ни красные, ни белые. Ребята росли, не болели, крепли и мужали. Утром и вечером все они собирались на молитву, а по воскресеньям ходили в соседнее село на службу. Когда дом молитвы закрыли и верующим запретили собираться, Фролл и Полина устраивали воскресные службы дома. В сорок первом забрали на фронт сперва отца, а потом и всех сынов. Снова Полина осталась одна. Зима пришла лютая, какой давно не было, и с собой горе принесла. Первую похоронку получила Полюшка на мужа, наплакалась вдоволь. Добрым он был. Следом еще пять похоронок принес почтальон. А напоследок и про Еремушку принесли казенное письмо. Погиб смертью храбрых. Полина снова и снова читала эти строки и отказывалась верить написанному. Она все ждала, надеялась, что ошибка вышла, вернется сынок, и постаревший ей пособит, обещал ведь гормить. Война кончилась. Прошел год и другой. Домой возвращались сельчане. А Ерему все не было. Полина от беды тяжелой работы совсем ослабла и слегла. Дом был нетопленным и пустым, хлебом в нем не пахло. Не осталось ни средств, ни сил, только пустые сырые стены были вокруг. «Видно, настал час, и мне помереть». Женщина укрылась одеялами, фуфайкой и все одно не могла согреться. Ее знобило и лихорадило. Так пролежала она сутки, пока, наконец, в сон не провалилась. Снился ей тот сон, что еще в девках она видела. Только теперь она разглядела, что с Еремушкой в догонялке на поле играла, и это он ее зерном накормил. Очнулась. Над кроватью склонился молодой милиционер. Спросил. «Вы, Богачева Полина Петровна?» «Я». «Распишитесь вот здесь. Я принес вам пенсию по потере кормильца, Богачева Еремея Фроловича. Вам ее теперь каждый месяц будут приносить». «Кормилец мой сам сгинул, а обещания не порушил. Вот он, хлеб твой, Еремушка». На смену длинной зиме пришла солнечная весна. Вскрыла речки, зажурчала ручейками, защебетала птицами, принеся желание жизни. Берегите славу, Их матерей, Как цветы от холодной вьюги. Их любовь на сто крат горячей, Чем друзей и любимой подруги. Материнской любви не объять, Легвизной и пугую стыльно жуй, Она все вам готова отдать Все до грязи и даже души. Берегите своих матерей, Бабах ласки никто не заменит, Сиди по сну жизни в ней, Кто поймет вас, И кто оценит. Кто возьмет на себя все боль, Все терзанья, души и муки, Мать не даст места хлеба и соль, Мать всегда к вам подтянет руки. Даже если накажет строго, Матеря никогда не убитит, Им ведь надо от вас немного, Только очи и берегите. Берегите своих матерей, Как цветы от холодной юги, И сыновей заботой своей, Уврачите их все недруги, Не оставьте их без участия, Берегите себя и дети, Их не может любого счастья, Если надеем мы на свете. Один социолог на протяжении 20 лет Изучал природу семейных конфликтов И проблему разводов. На вопрос, Отличаются ли современные бракоразводные процессы От тех, которые были в первые годы его исследований, Он дал примечательный ответ. По наблюдениям ученого, Два десятка лет назад Распад семьи воспринимался Как жизненная драма, трагедия. Душевная боль, слезы, Внутренний надлом в жизни бывших супругов Были непременными спутниками Этого печального явления. Сегодня же развод в большинстве случаев Не воспринимается столь трагически. Нередко разрыв семейных отношений Отмечается веселым банкетом в ресторане. К нему, как к верному средству, Прибегают при малейших затруднениях, Размолках, ссорах. Подход к браку И, соответственно, к разводу Стал легким, холодным, Прагматичным. Кто-то сказал, Семья, которая молится вместе, Остается вместе. Эта истина, к сожалению, Не является сегодня ценностью Для миллионов семейных пар. А каковы же ценности Христианской семьи? Есть ли таковые вообще? Логично предположить, Что поскольку такая семья Полностью или частично Состоит из верующих людей, То прежде всего Самая главная их ценность Иисус Христос, О котором сказано Он для вас, верующих, Драгоценность. Но существуют ли особые Семейные ценности? Да, они есть, И их немало. Мы коснемся только Одной из них. Как на первый взгляд Не парадоксально это прозвучит, Такой ценностью является, Собственно, Сама семья. Действительно, На шкале ценности Современного человека Брак и семья Переместились куда-то далеко И занимают Однюдь не первые места. Все более распространенным Явлением становится Ни к чему не обязывающий Так называемый Гражданский брак. Этим термином Деликатно называют Простое сожительство. Основная жизнь героев Известных сериалов Протекает вне семьи. Любовные интриги, Связи на стороне Преподносятся Как нечто очевидное И привлекательное. Симпатии и сочувствия Зрители завоеваны. А над традиционной Семьей потешаются И упражняются В остроумии Телевизионные комики. Не отстают от них И печатные издания С огромным количеством Анекдотов О беспросветно Глупых, ревнивых женах И недалеких мужьях, Которых легко Обвести вокруг пальца. Модная киноактриса Доверительно сообщает Зрителям о том, Что получает Много писем От почитательниц Своего таланта. И по их содержанию Может безошибочно Определить, Кто пишет Жена Или любимая женщина. Еще один Современный эфемизм, Обозначающий Попросту Любовницу. Следуя ее логике, Соединение этих двух Состояний Невозможно. Будучи женой, Нельзя рассчитывать На то, Что будешь Любимой для мужа. Ведь по-настоящему Любят только Любимых женщин. Таков мир, В котором мы живем. А какое место Занимает семья В системе ценностей Верующих людей? В современной Христианской литературе Чаще всего Встретишь такой порядок. На первом месте Бог, На втором Семья, На третьем Служении. В отношении Первого места Споров не возникает. Здесь у всех Полное единодушие. В отношении же Второго-третьего Мнения часто Разделяются. Несправедливо Отдавать приоритет Семье И помещать Впереди служение. Убежденно Говорят некоторые Мужья-христиане. Интересно то, Что ни разу Не довелось Услышать это от жен. Не кажется ли вам, Что здесь Сама постановка Вопроса некорректна? Что такое Служение Богу? Произнесение проповедей? Участие в евангелизациях, Молитвенных кружках И малых группах По изучению Библии Или пение в хоре? Только ли это? Не вся ли Жизнь христианина, Включая И семейные отношения, Является Служением? Разве Можно полагать, Что воспитание Собственных детей Менее важно, Чем, например, Преподавание В воскресной школе Или наставничество? Когда верующий Человек Оправдывает Недостаток Внимания К жене И детям С загруженностью Служением Неотразимая Сияющими глазами Девушка В ослепительно-белом Наряде Легко думать О ней Как о даре От Бога Но ведь Ценность Этого дара Не уменьшается От появления Первых морщинок Вдруг Откуда-то Взявшихся Убор Чтобы обеспечить Семьи мужьям, а иногда даже женам-мамам приходится надолго оставлять семью, чтобы заработать деньги за границей. Материальное обеспечение семьи является очень важной обязанностью родителей, в большей степени мужа. Насколько оправданным является такое решение? Готовых ответов нет. Каждая семья решает это для себя. Это очень серьезное испытание на прочность брака. Здесь нужно ответить самим себе, что является наиболее ценным в данной ситуации. Готовы ли члены семьи нести определенные жертвы и переносить трудности? Но одно является бесспорным. Приобретение финансового благополучия ценой разрушения семейных отношений недопустимо. Приходилось встречать не одну разрушенную семью из-за того, что материальное благополучие было поставлено выше, чем супружеские отношения. В книге притчей есть много стихов, одобряющих семейную гармонию при скромных доходах и осуждающих противоположное явление. Цитирую. «Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота с раздором». Книга притчей, 17 глава, 1 стих. Огромным сокровищем семьи являются дети. Им желают только счастья, ради них живут и тяжело трудятся. Именно в семье они наблюдают отношения родителей между собой, у них формируется характер, постепенно определяется система ценностей и жизненных приоритетов. Благополучия их собственных будущих семей во многом закладываются уже в детстве, когда они сознательно и подсознательно впитывают увиденное и услышанное от папы и мамы. Причем, прежде всего, на них влияет не нравоучение и беседы, а пример реальной повседневной жизни родителей, которую невозможно спрятать от внимательных детских глаз. Уважаемые слушатели, желаем вам, чтобы ваши семейные ценности никогда не тускнели, но были той же мчужиной, ради которой человек из евангельской притчи продал все, что имел, ради того, чтобы купить ее одну. Наши семьи, наши родные – это ценность, которую нельзя терять. Храните и цените то, что у вас есть. На завтра не откладывай любовь, не то она остынет, пропадет. Когда с собой пожертвовать готов, на завтра не откладывай любовь, не то она в зародыши умрет. Огонь, который светится в тебе, божественной десницею зажжен. Тебе же остается на земле огонь, который светится в тебе, раздув, нести на ненависть и трон. Когда с собой пожертвовать готов, в огне, который буйствует в тебе, на завтра не откладывай любовь. И люди будут радоваться вновь, и солнце не погаснет на земле. Не предавай любовь, не предавай, пожалуйста, Если вдруг трудно вновь, ты небесам пожалуйся. Но не предай ее, не предавай в отчаянии. Знай, что есть у нее выходы все и чаяния. Есть и надежды, свет, вера и сострадание. И не ответит нет вслед на твое страдание. Просто остановись, Тихо приди в смиренье и посмотри ты ввысь, Чтоб поменялось зрение. Если ты прогонял эту любовь со злобою, Если ты предавал эту любовь особую, Если ты плохо жил, дни проживая разные, Если ты потушил ее огни прекрасные, Если ее слова были тебе ненужными, Сам себе был глава. Люди казались скучными, Если закрыл ты дверь, И невозможно справиться, Ты все равно ей верь, Даст она шанс исправиться. Просто ее огни Снова зажги в смиренье, Просто ее верни И попроси прощенье. Эта любовь простит Все с материнским чаянием, Небо все воскресит. Ты не впадай в отчаяние, Снова открой дверь. Будущее исправится, Только ей очень верь, И жизнь тебе вновь понравится. Дорогие друзья, Наше эфирное время подошло к концу. До новых встреч на радиоволне 107.1 FM, Радио Бананова. Ждем вас у радиоприемников Каждый понедельник в час дня. Звоните нам по телефону 663-178-617. Пишите на электронный адрес tmrbarcelona-hotmail.com Или приходите к нам в церковь, Которая находится по адресу Карер Санте-Усеби 54, Метро 3-я линия, Остановка Фонтанна, Или 7-я линия, Остановка Плаца Малина. Каждое воскресенье в 14 часов дня. Мы рады будем увидеть вас. Веры вам и добра!